Добрый день, я Елена Мененкова. Сегодня говорим про цены на съемное жилье в Берлине и про закон Миттендекель, который должен эти цены сдерживать. Вопрос, между прочим, очень актуальный, поскольку 80% населения немецкой столицы живет именно на съемных квартирах. Так вот, тот закон, который вступил в силу в минувший понедельник, призван облегчить жизнь квартиросъемщикам и разрядить обстановку на рынке жилья. Почему достигнуть эти цели будет непросто, нам совсем скоро расскажет специалист по недвижимости и маклер. Я же сейчас предлагаю отмотать историю на несколько лет назад для того, чтобы, собственно, понять, почему в Берлине сложилась такая ситуация, в которой найти доступное жилье за приемлемые деньги действительно очень и очень непросто. За последние 10 лет цены на аренду квартир в Берлине выросли больше, чем в два раза. И это можно считать немецким рекордом. Ну, или антирекордом. На этой карте показано, как развивалась ситуация в крупных городах страны. Серым выделена стоимость квадратного метра в 2009 году, желтым – нынешняя цена. Как мы видим, немецкая столица явно выбилась в лидеры с показателем больше, чем 11,5 евро за квадратный метр. При этом нужно учесть, что Берлин далеко не самый дорогой город для жизни в Германии. И в этом плане пальму первенства уже много лет держит Мюнхен, где стоимость аренды варьируется в пределах 19 евро за квадратный метр. Также в первой пятерке самых дорогих городов Германии – Франкфурт-на-Майне, Штутгарт, Дюссельдорф и Гамбург. Однако же нигде цены не растут так быстро, как они растут в Берлине. Плюс 104% за последние 10 лет. А в некоторых районах немецкой столицы, таких как Нойкёль, например. Съемные квартиры за этот период подорожали аж на 146%. Ну вот, чтобы не быть голословной, давайте зайдем на сайт Immobilien Scout24, где, я думаю, большинство жителей этой страны ищут в себе недвижимость. И посмотрим, например, сколько стоит снять, скажем, трехкомнатную квартиру для семьи в берлинском районе Шарлоттенбург, который так любят наши соотечественники. Цены показаны от низких к высоким. И они действительно высоки. И это еще так называемая кальтмитте, то есть аренда без учета отопления, водоснабжения, электричества, вывоза мусора и прочих бытовых благ. Следовательно, смело можете накидывать в уме на эти суммы еще пару-тройку сотен евро в месяц. Так что, учитывая, что Берлин далеко не самый дорогой город в Германии, найти здесь жилье по карману действительно очень и очень непросто. С этим нужно что-то делать, решили берлинские политики и придумали арендную крышку. Так переводится с немецкого на русский название закона Миттендекель. Его первым этапом было заморозить аренду на уровне июня 2019 года. Второй этап, который вступил в силу на этой неделе, предполагает снижение завышенной стоимости аренды. Все подробности расскажет мой коллега. Миттендекель определяет размер допустимой арендной платы берлинских домов и квартир, построенных до 2014 года без участия государства. То есть речь не идет о социальном жилье или общежитиях. Новый закон Миттендекель просто замораживает арендную плату на уровне 2019 года на ближайшие пять лет. А в случаях, если владелец квартиры установил цену в соответствии с рыночными условиями или своими представлениями, квартиросъемщик может потребовать свои деньги обратно. Для того, чтобы арендодатор мог подсчитать, сколько он, возможно, переплатил, Сенат Берлина создал специальный калькулятор. В ячейки нужно внести информацию о вашем доме, адрес, год постройки, жилую площадь квартиры и месячную стоимость аренды. После этого счетчик выдаст верхнюю возможную границу арендной платы за ваше жилье. Урегулировать рынок цен берлинское правительство пыталось и раньше. В городе уже существовал так называемый Миттшпигель. Таблица с предписаниями по стоимости максимальной аренды за квадратный метр в том или ином районе. Однако были варианты эти предписания обойти. В соответствии с новым законом, если хозяин квартиры не хочет снижать арендную плату или возвращать деньги, ему грозит штраф размером до полумиллиона евро. Кстати, еще более подробно узнать о законе Миттендекель на русском языке вы можете на сайте Берлинского Сената. Его адрес вы сейчас видите на своих экранах. Там же можно найти и калькулятор арендной платы. Под действие арендной крышки попадает полтора миллиона берлинских квартир. Среди них оказалась и та, в которой живет молодой человек по имени Карл. Он приехал в Германию из Турции на заработки и уже пять лет живет на 53 квадратных метрах в центральном берлинском районе Митте. Я не предпринимал никаких действий, чтобы снизить квартплату. Я платил за квартиру 680 евро в месяц. И вот пять или шесть месяцев назад я получил письмо от арендодателя, что квартира будет снижена на 20 евро. Ну, 20 евро это ни о чем. Но в прошлом месяце я снова получил письмо, что квартплата будет снижена еще на 110 евро. Конечно, это огромное подспорье – снижение цены с почти 700 до 550 евро. Все-таки 250 евро в месяц – это немаленькая сумма. Пока квартиросъемщики, такие как Карл, думают, на что им потратить сэкономленное от аренды деньги, владельцы квартир подсчитывают убытки, которые им неизбежно принесет закон Миттендекель. По городу уже появились плакаты, в которых его называют «обманкой в красивой упаковке». И действительно, еще до принятия закона было понятно, что проблем не избежать. Кай Варнекке, президент немецкой ассоциации арендодателей «Хаус und грунт», заявил, что из-за этого закона количество квартир под сдачу стремительно уменьшается. По его мнению, пока будет существовать закон, владельцам недвижимости будет невыгодно инвестировать в ремонт зданий и помещений. И вообще, они предпочтут держать квартиры пустыми, нежели сдавать их по заниженной цене. Этим законом хотели выровнять социальное неравенство, а в итоге разрыв стал еще больше, считает героиня нашей сегодняшней программы, куратор выставок по имени Юлиана. Пять лет назад они с мужем купили трехкомнатную квартиру в хипстерском берлинском районе Фридрихсхайн. Семья считала, что это выгодная инвестиция, однако же на деле все оказалось не так просто. Мы, конечно, рассчитывали, что эта квартира будет нам подмогой как и сейчас, так может быть и в старости. То есть мы не те люди, которые занимаются спекуляцией, мы не пытаемся сделать какой-то большой бизнес в рынке недвижимости. Дело в том, что мы купили квартиру для себя, но в какой-то момент, потому что дети растут, она стала для нас маленькая, неудобная, и мы планировали с нее съехать, снять себе что-то другое, а нашу квартиру сдавать. И в данном я рассчитывала сдать квартиру и, например, снять чуть больше за эти же деньги. А вот этот уже вариант абсолютно невозможен. То есть мы теперь вынуждены оставаться в этой квартире, потому что вот она просто наша, и мы в ней живем, потому что сдавать за 700 евро смысла нет, потому что где я что сням и сниму за 700 евро. 700 евро это сейчас вот по митендекелю цена аренда на мою жилплощадь. Сейчас в связи с тем, что случился митендекель, вообще, в принципе, снять квартиру невозможно. Это означает, что мы будем видеться здесь. Те люди, которые будут приезжать заново, они не будут иметь возможности снять новые квартиры. Те, кто сидят на своих старых фиртрагах, договорах, которые еще имеют какие-то там нормальные цены, они не будут отдавать свои квартиры даже потому что, ну просто потому что они не снимут другую. И проблему это не решает вообще никаким образом. Не работает этот митендекель по одной простой причине, потому что в Берлине реально дефицит жилплощади. И он не решается тем, что снизится цена. Я очень завидую людям, которые снимают квартиру, у них есть возможность понизить свои цены. И я очень рада, что они уже в них живут. Но тем, кто попытается снять квартиры, приехать в этот город, это будет крайне проблематично, потому что их просто нету. Я абсолютно согласна, потому что рынок скакнул, и вообще цены скакнули бешено. Это ненормальное то, что происходило в Берлине последние годы. Я с этим абсолютно согласна. И меня это совершенно как бы не устраивает. И я на стороне, потому что мы тоже въехали, когда-то мы сняли квартиры, мы тоже были людьми, которые нуждаются в жилплощади, которая была не очень дорогая, но при этом была доступна. И я на стороне этих людей. Я хочу, чтобы люди росли в нормальных условиях, чтобы воспитывали детей в нормальных районах. Но вот этот вопрос, как вот решается сейчас в Берлине, это, конечно, очень интересный эксперимент. Я думаю, что он продлится недолго. И я уверена, что он приведет к своим каким-то негативным последствиям. Именно в частности тому, что будут оставаться пустыми квартирами, люди будут просто не сдавать, потому что некоторым вообще невыгодно сдавать. Это с учетом того, что если, например, у меня трехкомнатная квартира, там еще я как бы какой-то у меня там есть еще профит. А если у человека однокомнатная квартира, и сейчас по метридекелю она будет стоить 200 евро, а у него там хаус гейт, ему нужно ее ремонтировать, нужно еще эту пятое-десятое. То есть он вообще просто не просто как бы работает в ноль, он работает в минус. И поэтому еще непонятно, каким образом выселять людей. О том, как новый закон изменит рынок недвижимости Берлина, нам расскажет Сергей Черняк. Это Маклер, владелец агентства недвижимости Берлином и Мобилиен. Кроме того, экономист. Сергей, здравствуй. Я снова рада видеть тебя в нашем эфире. Добрый день, Лена. Очень приятно. Ты знаешь, я буквально вот на этой неделе поигралась с тем самым калькулятором, который высчитывает, насколько завышена квартплата, и поняла, что в моем случае это примерно 40 евро в месяц. То есть получается, если мы умножим на год, ну вот так, да, для ровного счета, это экономия в полтысячи. То есть я к тому, что я, как квартир-съемщик, от этого закона выиграю. Скажи мне, кто проиграет? Проиграют очень многие, проиграют все, и в конечном итоге проиграешь даже ты. Например, у этого закона есть очень хороший шанс не быть принятым в конечном итоге. И если этот закон будет отменен или как-то модифицирован, то есть очень большая вероятность того, что тебе придется все деньги, которые ты сэкономила, очень в правильном порядке вернуть. Это первое. Есть такие вопросы. Второе. Очень даже может быть, что ты, как владелец, то, как арендатор, тебе будет еще сложнее найти квартиру на съем. Люди отказываются сдавать квартиры по этим тарифам. И ты не сможешь съехать с того места, где ты живешь на ближайшие годы, а то и десятилетия. Далее может получиться, что тот человек, у которого ты трудоустроена, или твой сосед, тоже является квартировладельцем. Из-за того, что он не сможет получать в нужном объеме арендную плату, он не сможет покрывать ипотечное финансирование. В конечном итоге может стать банкротом. И в другом месте ты потеряешь у него свою работу. То есть люди будут терять работу. Какая длинная цепочка. Но все-таки можно подробнее этот момент? Смотри, по данным портала EmoScout24, за последний год в Берлине спрос на съемные квартиры поднялся на 172%. При этом предложение упало на 41%. На самом деле, пугающая цифра для меня. Объясни подробнее, почему. То, что произошло, у нас произошло расхождение между спросом и предложением. То есть до сих пор это все регулировалось рынком. Теперь цена упала. Спрос на квартиры, как ты говоришь, возрос на 170%. Но люди не согласны, владельцы квартир не согласны сдавать свои квартиры по этим ценам. Поэтому предложение упало на 40%. Мы получили дефицит. Дефицит, скорее всего, приведет к черному рынку. Как это будет выглядеть на практике черного рынка? Собственно говоря, черный рынок уже появился. Люди пытаются заключать договора, в которых фигурируют две цены. Одна цена, которую люди платят сейчас в соответствии с договором, законом Миттен Деккель о заморожении арендных плат. Другая цена, которую люди будут платить по истечении закона или при его отмене. То есть пока он принят на пять лет. За эти пять лет Сенат Берлина планирует устроить в Берлине город Сад. Построить 200 тысяч квартир. Это официальные планы Сената Берлина. 200 тысяч новых квартир за пять лет построить в Берлине нереально. Но они это планируют. Если этого не получится, то закон, вероятно, будет продлен. Если мы с тобой посмотрим на город, в котором живем с высоты тысячевого полета, мы увидим строительные экраны. И я и ты прекрасно помнишь заголовки. Вот эти вот, знаешь, мы впереди планеты всей прошлого года, когда в Берлине было построено, если не ошибаюсь, 17 тысяч квартир. Столько, сколько они было построено за последние 10 лет. То есть жилье все-таки строится. И почему возникает проблема? Слишком много народу приезжает, слишком медленно строят, не могут продать то, что построили. Смотри, жилье строится, но население Берлина растет гораздо быстрее. Правда, в последние лет 10-15 население Берлина росло минимум на 25 тысяч в год, максимум на 70 тысяч в год. Но в последний год, спасибо коронавирусу, я слышал недавно новость, что население Берлина за 20-й год увеличилось на 81 человек. Не на 81 тысячу, а на 81 человека. То есть, но так получилось, что все равно в последние годы, последние 10-15 лет, население Берлина росло огромными темпами. Можно говорить, что каждые два человека требуют хотя бы одну квартиру. То есть, когда население Берлина увеличилось на 25 тысяч, то Берлину требуется 12,5 тысяч квартир. Когда население Берлина увеличилось на 70 тысяч, Берлину необходимо в год 35 тысяч новых квартир. За последние годы в Берлине строилось по 9-15 тысяч квартир в год. То есть, как ни возьми, все равно это темпы строительства отставали. То есть, если Сенат Берлина хочет повлиять на предложение квартир в Берлине, на их цены, то просто надо увеличить количество квартир в городе. Я тебе приведу простой пример. Если ты пригласишь меня к тебе в гости, и у тебя дома есть только одна пара тапочек, то либо ты будешь носить эти тапочки, либо твой муж будет носить эти тапочки, либо я одену эти тапочки, либо мы будем их носить по очереди, но это не изменит количество тапочек у тебя в квартире. Также и в Берлине. Есть определенный парк квартир в этом городе. Некоторая часть этих квартир в год освобождается. Какое-то небольшое количество квартир в этом городе добавляется. Это составляет банк квартир, готовых к аренде. И что бы мы ни делали, этот банк квартир не может быть увеличен иначе, чем увеличением темпов строительства. Никуда не денешься. Спрос и предложения. Смотри, то, что сейчас происходит на берлинском рынке недвижимости, во-первых, очень много строительных проектов, про которые ты говоришь, краны, которые были видны на каждом углу. Я хочу тебя успокоить. Эти краны начнут исчезать. То есть крупные инвесторы сказали, что для минимизации убытков они закончат уже начатые проекты. Новые проекты в Берлине их не интересуют. То есть частные деньги из Берлина начнут уходить. Не интересуют почему? Ведь грязь ведет не о том, что они только на сдачу квартиру строят. Они же на продажу их тоже строят. Многие из тех, кто покупает квартиры на продажу, они хотят их потом сдавать. Даже теоретическая ты, Лена Миненкова, если ты купишь квартиру для того, чтобы проживать самой, то вполне возможно, что по ходу твоей жизни у тебя будут изменяться жизненные обстоятельства. Семья может расти, семья может уменьшаться, потребности расти, потребности уменьшаться. Есть вероятность того, что квартиру, купленную под себя, ты однажды захочешь сдавать. Но застройщик это вообще никак не волнует, потому что он уже получил свои деньги. Я у него купила квартиру. Застройщик это волнует, потому что это волнует его покупателей. А покупатели сейчас очень не хотят покупать квартиры в Берлине. Теперь те покупатели, которые хотели покупать квартиры для инвестиций. В соответствии с новым законом, многие из тех, кто хотели сдавать квартиры, это сказала сама, что предложение квартир на рынке в Берлине на аренду уменьшилось на 47%. Это означает, что квартир стало в два раза меньше практически. Но спроса меньше не стало. Люди продолжают искать квартиры на съем и не находят. Те потенциальные арендаторы, которые несколько побогаче, они теперь вынуждены квартиры покупать. Многие из владельцев квартир, которые раньше квартиры сдавали, теперь их дешево сдавать не хотят. Но по немецкому закону, квартира легально может простаивать максимум два месяца. Во-вторых, есть такой закон интересный, который в Берлине называется Milleur Schutz. Ты слышала про такой закон? Я слышала, но поистине мне. Это означает, что, допустим, ты владеешь квартирой, твоей квартирой, в которой ты живешь, или которую ты сдаешь. Ты не имеешь права эту квартиру ремонтировать, как тебе хочется. Ты не имеешь права подключить эту квартиру к современному отоплению. Ты не имеешь права устроить в этой квартире современную ванну, поставить кухню такую, как ты хочешь. Это Milleur Schutz. Это призвано защитить тебя, как арендатора. То есть, недвижимость нельзя сдавать по той цене, по которой ты хочешь. Недвижимость нельзя ремонтировать, так, как ты хочешь, как владелец. Единственное право, которое у тебя как у владельца есть пока, это продать недвижимость по той цене, по которой ты хочешь, или купить по той цене, по которой ты хочешь. Это называется, что владельцев недвижимости в Берлине обложили со всех сторон и вынуждают продавать. Давай я скажу по-другому. Есть очень известная фраза Уинстона Черчилля, которую он сказал во время Второй мировой войны. Он не имел ничего плохого сказать про Берлин, он сказал эту фразу про американцев. Он сказал, что всегда можно положиться на американцев в том, что они в конечном итоге сделают правильную вещь. Но перед этим они допустят всемыслимые и немыслимые ошибки. Это, собственно говоря, можно экстраполировать на Сенат Берлина. Сенат Берлина хочет сделать благую вещь – опустить цены на аренду недвижимости в городе. Так, чтобы такие квартиросъемщики, как ты и я, могли сэкономить вообще и позволить себе оплачивать аренду. Да. Очень-очень благая цель, я говорю это как риэлтор, как маклер. Мне всегда проще сдать квартиру более дешевую, чем квартиру более дорогую. Я обеими руками согласен с Сенатом Берлина. Но у этой задачи есть только два решения. Сенат либо должен ограничить спрос, то есть ограничить количество людей, приезжающих в Берлин или живущих в Берлине, либо Сенат Берлина должен увеличить предложение – строить, строить и строить. Только эти два решения. Все остальное не поможет. Теперь Сенат Берлина делает всемыслимые и немыслимые ошибки на пути к этому решению. Рано или поздно они придумают. Что ты называешь ошибками? Что ты называешь ошибками? Сенат Берлина считает, что тот самый закон про мельешутс, что если они запретят владельцам квартир дорого ремонтировать квартиры, то за эти квартиры они не смогут требовать завышенную арендную плату. Неправда. Это не работает. Сенат Берлина считает, что законодательно ограничив арендную плату на квартиры, они смогут добиться того, что цены в Берлине на аренду упадут. Неправда. Это не работает. Упало количество квартир, а не цены. Что еще можно придумать? Они думают. Вероятно, что-нибудь придумают. Все-таки еще раз хочу вернуться. Два пути. Либо ограничить въезд людей в город, только ввести квоты. Мы про этот вариант не говорим. Все-таки мы живем в свободной стране. Второй вариант... Мало вводить квоты. Мало вводить квоты. Мало вводить квоты. Количество людей в Берлине уже не соответствует количеству квартир в городе. Надо не просто вводить квоты, надо выселять людей из Берлина. Для того, чтобы спрос упал. Массово выселять. Но это уже не произойдет, мы же понимаем. Это нарушение конституционного права. Но, с другой стороны, запрещать себе пользоваться твоей собственностью так, как хочется тебе, это тоже грубое нарушение конституционного права. Это ты сейчас про Мильошу с проекта закона? В том числе. Хочу все-таки еще вернуться ко второму пункту. То есть, первый, это не впускать или, грубо говоря, выселять людей из Берлина. Второй момент, это больше строить, строить, не строить. В чем проблема? Почему не может строить город без больших инвесторов, приехавших, я не знаю? Нету денег. У города нет таких денег, чтобы построить 200 тысяч квартир. Город сейчас пытается побираться для того, чтобы профинансировать расширение берлинского общественного транспорта. И буквально в эти дни проходит дискуссия, стоит ли ввести обязательный проездной билет для всех жителей Берлина, включая автовладельцев. Или стоит ввести специальный налог для машин, которые выезжают в город. У Берлина нет денег на новый транспорт. Символю, у Берлина нет денег на постройку нового жилья. Буквально два года тому назад, Сенат Берлина купил 2000 квартир, очень дорого купил. Недалеко от аэропорта Шёнефельд, в Кёпенике. И победно отрапортовал, что они сделали все возможное, чтобы облегчить ситуацию на рынке недвижимости в Берлине. Но все эти 2000 квартир уже были сданы в аренду частникам. Произошел передел собственности. Вместо того, чтобы квартиры были в собственности участника, они стали собственностью Берлина. Но они как были сданы в аренду, так и остались сданы в аренду. Ничего нового не построено. Тапочки были твоими, стали моими. Но это остались одной парой тапочек. Ничего не произошло. То есть смотри, опять-таки возвращаемся. Теперь уже поговорим про пути решения. Значит, ограничить количество уезжающих и живущих в Берлине невозможно. Многими какими-то медальными, человеческими, гуманными способами. Строить тоже невозможно. Тот закон, который называется Митен Декель, он, по твоим словам, идет на руку только от квартиросъемщиков. Потому что они смогут экономить. То есть получается, что все три решения, они не очень хорошие, скажем так. Какой выход напрашивается? Вывод напрашивается, какой выход есть? Выход я не вижу другого выхода. То есть, собственно говоря, либо оставить все как есть, но этого Сенат делать не хочет. Либо все-таки создать условия для массового строительства. Берлину нужно массовое строительство. От этого никуда не деться. Население города растет, а строительство за ним не успевает. Есть еще два фактора, которые повлияют на продолжение роста стоимости недвижимости в Берлине. Эти два фактора, аэропорт БЕР, который, по идее, должен сделать из Берлина транспортный центр. До сих пор Берлин был довольно-таки транспортной провинцией, в котором было два позорных аэропорта. Теперь будет, есть уже новый современный аэропорт с возможностями расширения. И вторая тема, это завод Тесла, который собирается трудоустроить 50 тысяч людей. И многие из этих людей будут не берлинцами. Потому что приедет еще больше народа, когда закончится корона, я имею в виду. И далеко не все эти люди будут жить в Грюнхайде. Там нету столько места. Жилья не хватает. Количество людей растет. Я не представляю себе какое-то иное решение, кроме как либо увеличить количество жилья, либо уменьшить количество людей. Это было мнение профессионального маклера. Что касается закона, то в настоящий момент его рассматривает Конституционный суд Германии. Уже весной будет озвучено решение о соответствии Миттен-Декеля законодательным нормам. Так что берлинский Сенат призывает квартир-съемщиков пока не тратить деньги, сэкономленные на аренде. Вполне возможно, что их придется вернуть владельцам квартир. Вот такая непростая ситуация сложилась в Берлине. Я надеюсь, что в ваших квартирах тепло и уютно. Спасибо, что смотрели нас. Это была программа «Страна и люди». Увидимся ровно через неделю. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова